Детское радио представляет Вот ведь удивили! С Алексеем Лосенковым Всем привет! С вами Алексей Лосенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. Всю неделю вы присылаете их мне, я все внимательно читаю и лучшие рассказываю в эфире. Но начинаю всегда со своей. Вот послушайте, чем меня удивила моя внучка. Да-да, вы, наверное, уже привыкли, что я частенько рассказываю истории про внука Тимку. А между тем у меня еще и внучка подрастает. Зовут ее Женя, и ей уже два с половиной года. Она все больше говорит и все больше удивляет. И вот какая история произошла с ней совсем недавно. История первая! Я назвал ее «Хочу как мама». Женя во всем старается копировать маму. Например, мама носит сережки, и Женя хочет точно такие же. «Пап, а купи мне сережки», – просит Женя. «А для чего ж они тебе нужны?» «Я не знаю», – растерянно сказала Женя. «Ну вот когда узнаешь», – улыбнувшись сказал папа, – «вот тогда и куплю». И вот как-то раз Женя увидела, как папа что-то шепчет маме на ушко, а та в ответ кивает головой. «Пап», – позвала Женя, – «а мне скажи что-нибудь на ушко». Папа наклонился к ней и шепчет. «Женя!» «Пап, я ничего не слышу». «Почему?» – удивился папа. «Потому что у меня сережек нет». «Вот почему». Ну а теперь давайте послушаем истории, которые нам прислали вы, наши слушатели. Кстати, напомню, как можно стать героем моей программы. Допустим, вы попали в забавную ситуацию или увидели, как кто-то попал. После этого заходите на сайт дети-фм.ру и напишите все, как было. Или пришлите сообщение к нам на WhatsApp, Viber и Telegram. Номер плюс семь девятьсот шестнадцать девять шесть восемь ноль девять шесть восемь. Только сообщение обязательно начните со слова «удивили». Думаю, вам уже не терпится услышать, что я отобрал для сегодняшнего выпуска. Начнем с истории, которую прислали девочка Анечка и ее мама Наталья Ребцова. «История вторая. Сладкая математика». Анечке пять лет. Она увлеченно учится считать. И все время просит маму придумывать для нее примеры. «Сколько будет два плюс три?» – спрашивает мама. «Пять», – отвечает Аня. «А пять минус пять?» «Не знаю», – пожимает плечами девочка. «Ну, смотри, у тебя пять конфет», – объясняет мама. «Ты все пять съела. Сколько осталось?» «Одна». «Почему?» – не поняла мама. «Ну, потому что я все сразу есть не буду. Одну обязательно про запас оставлю. Ведь ты же мне еще не скоро сразу пять конфет дашь». «История третья». Под названием «Как предки завещали». Илюше шесть лет. Он очень любит, когда мама готовит что-нибудь вкусное на ужин и обычно крутится поблизости. Вот как-то раз мама решила приготовить овощное рагу, а на кухне работал телевизор. На экране доктор в белом халате говорит «Помните, что говорили наши предки о том, как оставаться здоровым. Завтрак съешь сам, обедом поделись с товарищем, а ужин отдай врагу». На этих словах Илюша убежал к себе в комнату, а когда вернулся, увидел, что морковка, которая лежала на столе, куда-то делась. «Мам, у тебя же тут морковка лежала». Так я ее врагу положила. Мам, ты что, решила отдать наш ужин врагу? За эту историю я говорю спасибо мальчику Илюше и маме Наталье из Выборга. А за следующую хочу поблагодарить слушателей из Санкт-Петербурга, девочку Алису и ее маму Арину. История четвертая. Под названием «На лугу пасутся ко». Алисе три годика. Они с мамой только что приехали из деревни, где проводили летний отпуск. Там мама с Алисой частенько вечерком прогуливались по окрестностям и наблюдали, как стадо коров пасется на лугу и жует травку. А еще Алисе очень нравился трактор, который ездил по соседнему полю. Приехав в город, Алиса с мамой тоже отправились гулять. На соседней улице они увидели несколько экскаваторов, которые копали землю. «Мам, мам, смотри!» – обрадовалась Алиса. «Тракторы пасутся и землю жуют». Как вы знаете, героями нашей программы становятся не только наши слушатели, но и известные люди. Свои истории они рассказывают в рубрике «История пятая. Звезды удивляют». Сегодня мы с вами позвоним известному актеру и телеведущему Виктору Логинову. Виктор, здравствуйте. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я знаю, что вы прекрасный рассказчик, и у вас много разных историй, которые происходили с вами в детстве. Я всегда любил молоко. Обожал молоко. А больше всего я обожал молочные пенки. Или на какао. До сих пор обожаю пеночка на какао. Но вы понимаете, что это моя была суперсила. Потому что молоко горячее, молоко не пили. И вообще дети не любили. И особенно пенки вот это. У многих эта пенка вызывала тошнотворное состояние. А я был королем мира. А надо же выпить. Переносит нянечка на поднос. И все эти вот напитки. Или молоко кипченое, или какао. И давайте пей, пока они отвлекаются. Мне были обещаны и даны все дары. И конфеты. И лучшие игрушки. И дружили со мной все. Потому что у меня была суперсила. Я любил есть пенки. Я так подхватывал ее мизинцем, эту пенку. Люди просто отворачивались. Как ты можешь это делать? А мне было так вкусно. Поэтому, наверное, я и вырос в метр девяносто. Потому что любил молоко. Это был известный актер и телеведущий Виктор Логинов. И его история «Молочную пенку я не люблю. Поэтому с Витейю крепко дружу». Вот ведь удивили. С вами Алексей Лосенков. И я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями, о которых мы узнали благодаря вам, нашим слушателям. Следующий рассказ мне прислали из Петрозаводска. Девочка Даша и ее мама Александра. История шестая. Когда селенки уже не те. Даши три с половиной годика. Она очень любит ходить в детский сад. Особенно ей нравится гулять с ребятами на улице. Она всегда так набегается, что когда мама за ней приходит, у нее уже и сил нет домой идти. Ну вот как-то во время прогулки пошел дождь. Всех ребят собрали на веранде и побегать Даше уже не удалось. Когда мама забирала ее из сада и они отправились домой, вдруг снова пошел дождь. «Давай переждем дождь», – предложила мама. «Вон в той беседке посидим, на детской площадке». Сели они на скамейку. Ждут. Даша сидела-сидела, ждала-ждала, а потом и говорит. «Мам, ну давай пойдем уже скорее домой, пока у меня все силы ждать не устали». Григорию четыре годика. Его мама и папа очень много работают. Они дизайнеры интерьеров. Придумывают, как сделать квартиры людей красивыми и уютными. Бывают даже в выходные уезжают надолго. Тогда Гриша остается с бабушкой. И вот как-то раз в один из таких дней Гриша с бабушкой решили почитать книгу Владимира Маяковского «Кем быть?» Ну, про разные профессии. «Книгу переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши, выбирай на вкус». «Ну вот и все. А ты кем хочешь быть?» Спросила бабушка Гришу, закончив читать. «Может быть, как мама с папой?» «Не», – отвечает Гриша. «Они даже в выходной ходят на свою работу. А я хочу, как наша воспитательница в саду. Она вообще ни на какую работу не ходит. Сидит себе целый день с нами и играет». За эту историю мы говорим спасибо мальчику Грише и его бабушке Валентине Сергеевне из Санкт-Петербурга. А за следующую благодарим слушателей из Ростова-на-Дону, мальчика Игната и его маму Наташу. История восьмая. Она называется «Перестраховался». Игнату шесть лет. Он ходит в садик. И ему очень нравится девочка Маша из его группы. Каждый день, когда он приходит домой, только о ней и говорит. А однажды даже заявил маме, что когда они вырастут, то обязательно поженятся. Вот как-то весной вышел Игнат погулять с мамой во двор. И там вместе с ребятами стал играть в догонялки. Он так быстро носился, что ему стало жарко, и он расстегнул курточку. Мама, как увидела Игната в расстегнутой курточке, сразу остановила его и строго сказала. «Игнат, быстро застегнись, или сейчас же пойдешь домой». «Мам, ну мне же жарко!» попытался оправдаться Игнат. «Смотри, простудишься, и никакая Маша за тебя замуж не пойдет». Игнат, как услышал это, быстро побежал домой. Войдя в квартиру, он тут же закутался в самое теплое одеяло, на голове шапка, на ногах валенки. Мама, увидев Игната, сидящего на диване и укутанного с головы до ног, спрашивает. «Игнат, это что это с тобой? Тебе что, холодно?» «Нет, мам, мне не холодно, но я же не знаю, где я могу простудиться. Вот я и закутался весь». Друзья, вы слушаете Детское радио, с вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе... Вот ведь удивили! И сейчас пришло время истории главным героем которой стал великий человек. История девятая. История из истории. Сегодня я расскажу вам о Сергее Григорьевиче Строганове. Был он известным меценатом. Меценатами называют людей, которые безвозмездно вкладывают деньги в развитие искусства, науки, в благотворительность, поддерживают учебные заведения, музеи, театры, художников, писателей, артистов, ну и так далее. Так Строганов основал знаменитую Строгановку. Сейчас это учебное заведение выпускает лучших художников и дизайнеров. А еще Сергей Григорьевич обожал историю и археологию. Именно он стал первым проводить археологические раскопки в нашей стране. Уникальные вещи, найденные в Крыму и в Сибири, теперь можно увидеть в Эрмитаже, самом большом художественном музее в Санкт-Петербурге. А еще Строганов собирал древние монеты. Его коллекция была одной из самых лучших в мире. Ну а теперь я расскажу вам, какая забавная история приключилась однажды с этим замечательным человеком. Как-то Сергей Григорьевич пригласил к себе молодого поэта Николая Гнедича. Тот только-только перевел на русский язык поэму «Илиада» древнегреческого поэта Гомера. Кстати, те из вас, кто читал легенды и мифы древней Греции, знакомы с ее содержанием. В поэме рассказывается о Троянской войне. Перевод «Илиады» принес Гнедичу всероссийскую славу. Даже Пушкин восхищался. Конечно, известный любитель истории Строганов не мог не пригласить Гнедича в гости и не попросить почитать отрывки. Собралось много важных гостей. Вначале был прекрасный ужин. Потом все собрались в огромном зале и стали слушать. «Гнев богиня воспой Ахиллеса Пилеева сына, грозный, который ахеном тысячи бедствий соделал, многие души могучие славных героев не злинул в мрачный аид». Ну, не все понятно, но здорово. А граф Строганов был уже не молод, и, разморенный вкусным ужином, подразмеренное чтение немножечко задремал. Ну, с кем не бывает. Кто из ваших дедушек и бабушек не спит под бормотание телевизора? А в Илиаде есть такой момент, когда один из героев обращается к другому, говоря «Ты спишь!» Поэт Гнедич произнес эти слова так громко, что разбудил Строганова «Ты спишь!» И вдруг среди тишины все услышали «Кто спит? Я сплю!» «Я не сплю!» «Я слушаю!» сказал проснувшийся Строганов. Вот ведь удивили! Наша программа продолжается, и впереди вас ждут еще три истории от наших слушателей. Для лучшего друга ничего не жалко, необыкновенный цирк и удобное животное. Интересно? Тогда слушайте внимательно! История десятая! Она называется «Для лучшего друга ничего не жалко». Прислали ее девочка Дуся и ее мама Татьяна из Нижнего Новгорода. Дусе четыре года, и она очень любит рассматривать маминой баночки-флакончики, которые хранятся в специальном шкафчике в ванной комнате. Их там видимо-невидимо. И вот как-то мама принесла новый крем. «А он зачем?» спросила Дуся. «Он Дуся от морщин», ответила мама. «О, это хорошо!» сказала дочка и быстро вышла из ванной. Наступил вечер, и мама захотела попробовать свой новый крем, но в ванной баночки с кремом не оказалось. После долгих безрезультатных поисков мама решила посмотреть в Дусиной комнате. Заходит и видит. На полу сидит дочка, а рядом с ней лежит их шарпий Ричард, и Дуся старательно намазывает маминым новым кремом всю собаку. «Дуся, что ты делаешь?» возмутилась мама. «Это же мой крем!» «Мам, ну у тебя же морщин еще нет?» ответила Дуся. «А у Ричарда вон их сколько!» Ему крем нужнее. Кстати, если кто не знает, что это за порода такая, шарпей, обязательно посмотрите фотографии. Это такие замечательные собаки, у которых вся мордочка и тело в многочисленных складочках морщинках. История одиннадцатая. Она называется «Необыкновенный цирк». Насте пять лет. Вместе с папой и мамой она часто ходит на цирковые представления. И цирк Насте очень нравится. И вот как-то они гуляли с мамой по центру города. Вдруг Настя увидела красивую афишу циркового представления и стала читать то, что было написано крупными буквами. «Слоны! Спешите увидеть шоу медведей!» Прочитав, Настя задумалась, а потом спросила «Мам, а в этот цирк людей-то пускают или он только для слонов?» За эту историю я говорю спасибо девочке Насте и ее папе Грише из Ростова-на-Дону. А у нас осталась одна финальная история. И прежде, чем вы ее услышите, напомню, что стать героем нашей программы очень просто. Присылайте ваши невыдуманные рассказы о том, что приключилось с вами, вашими друзьями или может быть домашними животными. Присылайте все это к нам на WhatsApp, Viber и Telegram. Номер плюс семь девятьсот шестнадцать девять шесть восемь ноль девять шесть восемь. Сообщение начните со слова «Удивили». Или можете зайти на страничку нашей программы на сайте дети-фм.ру и оставить историю там. Ну а теперь финальная история нашей программы. Ее прислали слушатели из Воронежа. Мама Настя, папа Коля и их сын Костя. История двенадцатая. Я назвал ее «Удобное животное». Косте четыре годика. Как-то в воскресенье они с родителями поехали в оленей питомник. Там им рассказали много интересного об этих животных. Чем они питаются, где обитают, как заботятся о своих оленятах, как по их рогам можно определить возраст, как они эти рога сбрасывают и потом у них отрастают новые, а люди эти рога в лесу собирают и делают из них всякие красивые вещи для дома. Когда уставшие надовольные все вернулись домой, дедушка спросил «Ну что, Костя, видел оленя? Видел. Ну и как он тебе понравился? Красивый», ответил внук. «Представляешь, дед, у него наша вешалка на голове». Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лосенков и 12 невыдуманных удивительных историй в программе «Вот ведь удивили!» Встретимся на детском радио. Пока!